Итак, сегодня 27 октября 2015 года. Идет подготовка к мероприятию в музее Дарвина с Замиром, Кузнецовым, Купеевым и Глобальной Волной. Сейчас я включу запись звонка Замира 6 минут и мой звонок Замиру 9 минут. Играет музыкальное сопровождение в исполнении и авторстве Леонида Тимошенко, Чайка, Джонатан Левингстон. Картинка идет «Дальний космос. Другие земли и галактики». Итак, звонок Замира от Воскресенья 16.23. Алло, Алло, Ярослав, привет, дорогой. Удобно говорить тебе? Да, да. Слава Богу, я тогда думал, вдруг ты там на колесе едешь со скоростью 85 км в час. Неудобно было бы говорить. Слушай, ну я очень рад, что так вся ситуация развивается. Прям молодец. Знаешь, я посмотрел этот ролик. Вот это действительно, знаешь, это как бы такой уже твой плод реальной деятельности, когда прям вот уже такая конкретная, реально проживная вещь, которая вот уже, и уже ее, которую можно прям реально взять и изготовить. Я считаю, что сейчас вот такой момент, и то, что ты там вот сбросил еще ролик, да, связанный с народной вот этой корпорацией, да, это еще сейчас мы можем очень правильно и красиво обречь такую, знаешь, вот уже прям прорывную форму, и подать это как, как такое, знаешь, реальная инновация. И более того, у меня сейчас очень хорошее отношение с руководством, с главой администрации в Житовино. У нас сейчас там есть большой опытный цех, тысяча квадратных метров, а подпроизводство, хаш, и все, что сейчас уже есть, да. И сама свободная, это особая экономическая зона, где там сниженные практически налоги, там, да, и так далее. То есть мы можем сейчас всю эту историю не просто, как бы, пропианить, мы ее можем сделать реально такой индустриальной историей. Поэтому я предлагаю тебе вот у нас в музее в этот четверг будет собираться очень много народу такого прям, значит, самой инновационной, из-инновационной нашей такой, да, среды. И плюс мы все это сейчас будем собирать вместе с такими, знаешь, уже реальными хозяйственниками. Вот она согласится с этим хозяйственник, да. То есть вот хозяйственник – это тот, кто понимает, как, каким образом берется нечто, ставится в станок, да, и потом производится конечный продукт. Вот само колесо, я так понимаю, же его надо как-то будет наматывать, да? Ну, да. Ну, то есть вот там, то есть там сама технология будет не такая сложная, но вот эта намотка вот этой медной, этой составляющей, да, это как бы такая, в принципе, технологически понятная процедура, которую может делать какой-нибудь робот, да, который, ну, специально, там, который мы, может, закажем, там, не знаю, у японцев или, там, у китайцев, да, конкретно будет робот, который будет, в общем, быстро это как-то наматывать, да, и он будет занимать, например, не очень там много места. Поэтому вот этот момент, да, я бы очень хотел, чтобы ты осветил, потому что, чтобы я мог потом это показать, как и главе, там, да, и, там, вот нашим всем, скажем так, технологическим партнерам, да, чтобы вот этот маленький ролик твой, там, знаешь, вот это надо сделать буквально триминутный такой анонс твой, да, яркий, который я отправляю, и вот так, как бы, описывать саму процедуру, рассказывать, что это, как это, да, что это, действительно, прорывная вещь. А все в идеале, если... А сам Пунинер был сейчас в Москве? Нет, он же в Награде. Да нет, ну, нафига ему ехать ради трех минут, терять полдня. Нет, это может ты сделать, конечно же. Сам можешь приехать и сделать этот анонс, потому что, в принципе, видеоролики я с ним, если у него самого-то есть, а вот ты получаешь, как такой технологический промоутер, да, в этой всей, всей, получается, историю. Давайте сможешь приехать в этот четверг, ну, в следующий четверг, ну, в смысле, вот, который сейчас наступает на риге. Ну, буду стараться. У меня приедет Купеев, обещал быть, Андрей Кузнецов будет, ну, то есть, из всех, потому что знаешь, что... Алло? Я перезвоню. Давай. Давай, звоните. Ну, буду стараться. У меня приедет Купеев, обещал быть, Андрей Кузнецов будет, ну, то есть, из всех, которых ты знаешь, тоже. Угу. Вот. Идея такая, чтобы сейчас вот эти все инновации объединить в неком, таком, знаешь, контуре производственном, да, инновационном, и, возможно, там, знаешь, предложить, что у меня... А, кстати, я там сбрасывал, ты обрати внимание, я сбрасывал разработку студентов моих, их очень интересует, там, так как есть сборочный цех, небольшой, под прототип, такой, этот самый, под самой, под инновационный такой капсульный тривиллер. Вот они разработали капсульный тривиллер, и получается, что произведенное колесо может поставляться вот под этот капсульный тривиллер, который под таким инновационным прорывным трассом, процессом будущего, да, там, можно так что назвать. То есть, соответственно, у нас получается целая экосистема вещей, а с Купеевым, знаешь, о чем договорились? В Купееве уже нужны мощные технологии, связанные вот с позвоночником, с пониманием того, как, что там, знаешь, вот эти все там, как его там справить, все строить. Я ему предложил создать такой ортопедический шезлонг, официальный ортопедический шезлонг, который позволяет и при перемещении, при езде, там, человек может и спать, и отдыхать, да, Я уже много лет об этом говорю, что делать? Вот надо сейчас объединить. Смотри, вот сейчас задача, да, всем задача, все эти наши наработки за много лет объединить в реальном конечном продукте. И это предложить как для, вот для однородного софинансирования, для государственного софинансирования, для выхода на фонды. То есть это должен быть скарный, просто идеальный проект. Вот задача, вот эти все годы наших наработок, да, сейчас собрать вот нечто такое, что позволит, ну, просто это сделать прорывным, реально прорывным, Тогда все получится. Тогда не зря мы с тобой делали, понимаешь? Да, да. Важный момент такой, ну прям вот уже осисти. Понимаешь, такой, как бы, ты ходишь с концентрацией силы. Прямо все, пора уже сила нам взять и сконцентрировать в одном месте с тобой. И вперед. То есть смотри, смотри, вот ты как инноватор, как такой зажигатель, да, как пиарщик супер, там, видео, все, все, все. Вот ты это стриннишь, ты, ты, как являешься лицом всей этой истории, да, со стороны пиара. Моя задача, это все дело связать с властями, у которых есть вот этот цех. Цех мне уже передали. Ну, как что уже, у меня подписано соглашение. Я об сотрудничестве, это тысяча квадратных метров этот цех. То есть мы берем эту сторону, да, мы берем сторону, связанную с руководством уже района, да, с администрацией района. Все это сейчас просто берем уже и объединяем. Вот только при объединении вот этих двух вещей, двух важных, рассматриваясь, тогда это даст уже результат. И все увидят, что да, ребята не просто балаболы, да, а умеют договариваться и с властями, там, да, и там, ну, и все, что умеют. То есть такая вот команда, реальная команда получает. Так что вот так, дорогой. Ладно, давай планировать буду. Как там получится, пока не знаю, но в план тебе тогда поставлю. Хорошо. Поставь, дорогой, давай, постарайся. Я тебе еще там наберу, в среду напомню. Мы там в пол седьмого собираемся и с ними начинаем вот заявлять, которые наши идеи. Красно. Давай, я рад тебя слушать. Обнимаю, дорогой. Давай, давай, на свет. Пока, пока, пока. И следующий звонок, это через пять минут я перезвонил Замиру, со своими... Оцифровал, что сказал Замир и выступил со своими предложениями. Напоминаю, музыкальное озвучение сюжета Леонид Тимошенко. Это звездный маэстро. Называется композиция Чайка Джонатан Ленингстон. Ролик, видеоролик Дальний космос, другие земли и галактики. Итак, слушаем продолжение разговора с Замиром. Первое, это электромоторы, асинхронные электромоторы и создание народной корпорации. И, соответственно, на этапе подготовки учредительных документов, в том числе и предложить администрации Ступенского района выделить структуру, которая от лица государственных органов войдет в соучредители. Отлично. Это нам дает возможность реализовать идею Олега Басаргина «Государственное частное партнерство». Да, это сейчас очень актуальная тема с точки зрения инноваций, ну как в целом, да. И, в случае зрения, при возможности капитализации чего-то более высокого. У нас есть на это возможность, да. Замирчик, моя задача в результате выставки, в результате всей этой работы, наша коллективная встреча с первым лицом. Поэтому ты мне идею не продавай. Я сам. Хорошо. Просто, чтобы ты понимал, что мы будем, о чем будем говорить, чтобы ты как ведущий был в тренде. Давай, давай, давай. Хорошо. Второе. Для подтверждения серьезности своих намерений, соратники Global Wave уже вложили частные инвестиции. Готовь нужна, в том числе. 30 тысяч рублей уже выделено. То есть это будет выступать уже, получается, тот, кто соинвестировал, да? Нет, не в патент, а в промоушен, в продвижение, в создание рекламной картинки, в создание выставочного экспоната, который будет в центральном данном уложнике. Понял. То есть, смотри, вот эти три минуты, об этом будет говорить человек, кто вот создал вот эту ситуацию, да, он его нарисовал, показал, да? Он скажет, что вот это как бы вот это составляет. Окей. Нет, это я, ну, я его приглашу, но он выступать не будет. Я делаю доклад, я оповещаю под запись. То есть мы создаем видеоконтент. Я не перед вами выступаю, вы там ничего не решаете, к сожалению. Вы очень такие, но вы носители идей. До носителей, до других людей. Я понимаю, что мы отнимем вот эти сюжеты, и через несколько суток это просмотрит несколько тысяч людей, соответственно. То есть инвестативность гораздо повышается. Угу. Хорошо. А третий какой? Уступление третий? Не-не, это первое, это первое. По колесу, потому что мы в стратегическом партнерстве с Рубеном и Сергеем Семеновым. С их площадкой по аккумулированию народного финансирования. Угу. То, что у вас выступали, ребята. А, отлично. То есть тем более они уже у нас выступали, и они уже обучаются, что знаем. Ну, ты в чате почитай, ты там отзывался о них очень позитивно. Вау, да-да-да. Так как очень много народу, на чем-то бывает, что я там не совсем вспоминаю об обречь. Окей, все, супер. Довольно-добро. Вот это очень важно. Тем более, что они выступают одними, и соучредители по созданию этой компании. Мы встречались с Дуиновым. Вот как раз был Рубен, и Сергей Семенов, и мы... А, это Симекс, что ли? Это площадка Симекс, которая? Да-да-да. А, супер, конечно. Это, блин, однозначно. Это же наши... И Денис Курильевич тоже приходил. Просто у нас был супер Денис. Я поэтому его не понял. Да, конечно же. Денис очень четко, правильно подает идею. Там это довольно продвинутая площадка. Сам Симекс такая, да, сейчас самая лучшая. С точки зрения краудинвестирования нас вообще сейчас, ну, как бы, и тамая форма, она шутарна там, да. Это однозначно за. Конечно, конечно. Вот. Второе, как уже реализованная прорывная технология, это создание стационара при клинике Купеева. Слушай, смотри, сам Владимир Георгиевич будет. Он, он, как раз, вот эти три минуты, он лучше будет в идеале сам Владимир Георгиевич выступит. Я попросил, что он пришел. Не, он выступит самостоятельно. А я выступлю, выступлю с тремя минутами, покупая его со своими самостоятельами по видению продвижения этого продукта. Продвинуть клинику на рывную технологию нужно только через стационар. И работать с олигархами. И тогда пойду, что это работает. Слушай, знаешь, вот у меня просто к тебе будет огромная просьба. Если ты это сделаешь, то вообще будет идеально. Так как там вот сами анонсы выступления участников твои встречи, они как бы перезариваются друг к другу, да? А можешь взять с собой там в качестве соу-уступающих, да, чтобы, например, ты думаешь, что-то оберезал соу, кто-нибудь еще, я пойду. Третья тема, у них все, будет вообще здорово. Они, что-то как команда получится, да, такая, и красиво будет смотреться. Правильно, молодец. Супер. А третья тема какая? Ну а третья тема, я озвучу ортопедическое кресло Купеева для автотранспорта, которое можно инсталировать и в лесковой транспорт, и в микроавтобусы. Я об этом с Купеевым разговаривал буквально час назад. У нас, понимаешь, вот понятие чтения мыслей, это уже установлено прям таким естественным явлением. Это очень актуальное направление, это очень перспективное, и оно, я об этом-то и когда-то просил, чтобы Купеева выступил, но если это ты сам подашь, как-то Купеев, потому что, понимаешь, вот ты получаешься промоутером и со стороны колеса Дуинова, и со стороны вот этого ортопедического шезлонга Купеева. Тогда, как бы, надо подумать, как это, чтобы ты выступал, таки, не знаешь, промоутером. Нет, у меня пакет предложений, и вот самое, что, самое рыночное, вот анализирую, что у нас есть при минимальных положениях. Точно. И максимальная сверхприбыль. Вот я придам предложение. Супер. Ну вот я считаю, что это будет, потому что я там с идеями ребят, да, вот связанных уже непосредственно с самим три лидеров. Я, как бы, я тогда буду их представлять, а ты будешь представлять наших ученых. Вот это очень красивая получится схема. То есть я представляю ученых, и делаю вот такие навыки, ломи. Я представляю группу ребят, студентов, инноваторов, которые придумали саму концепцию. И, соответственно, я также представляю уже власти. Ну, то есть я буду уже, ну, непосредственно уже сглавовывать на эту тему. Да, Дуянов говорит, что нам нужен осел. Вот в роли осла выступает за мир, который ходит во власти, и власть с ним разговаривает. Да ладно, у нас оселы, я конь, я этот, жеребец. Я буду уже рептал. А, правильно, в анекдоте, в анекдоте Дуяново, там осел решил всю задачу, и мост построили вдоль реки. А у нас появилась, а у нас инновация. У нас вместо осла прибился конь, которого еще не посылали. Жеребец, жеребец, да. А жеребца еще не посылали. И сейчас жеребец пойдет, значит, все заслоны перескачет, и до Владимира Владимировича доскочит. И все, и все срулится нормально. Вот прямой эфир, прямой эфир, если у вас там будет ноутбук и скоростной интернет, камеры, я... Я буду... Приходи тогда в пол-седьмого, сделаем вот это все. Я спрашиваю Кирилла, он все организует. Тогда приходи в пол-седьмого, мы тебя там подключим, там... Все, Замирчик, значит, смотри, когда ты будешь выступать, понимаешь, что тебя может смотреть первое лицо. Поэтому вот каждое слово подготовьте, и каждое слово у тебя должно быть выверено. Выстрелом таким, да, прям? Ну, да. Наш разговор записан, будет выложен стеть, как оно предстоящего мероприятия. Отлично. Все, обнимаю тебя и до встречи. Всем привет большой. Давай, давай. Ну вот, мы прослушали... Мы прослушали разговор с Замиром Акимовым, ролик «Путешествие галактики», а аудиосопровождение в исполнении Леонида Тимошенко, композиция называется «Чайка» Джонатан Левингстон. «Чайка» Джонатан Левингстон. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ